ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это сайстопгейм.ру, ну а нас зовут Глеб Мещеряков. И Иван Лоев. Хм, по-моему, мы впервые так быстро представились и вообще все обязательные атрибуты вступления осилили. Даже как-то непривычно. Ну, чтобы вернуть тебя в зону комфорта, ставлю парочку традиционных общих фраз о том, что вот уже весна вовсю за окошком блистает и всё пробуждается от спячки, в том числе и индустрия. Именно поэтому давайте переходить к повествованию. Мне уже гораздо лучше. Спасибо. Всегда пожалуйста. И опять перед нами вольготно развалилась куча новостей. Аж не знаю, с чего начать. А ведь это главное – начать. Хотя продолжать тоже хорошо. Вот как, например, в случае с игрой GISH. Начав ещё в далёком 2004 году, она спустя десяток лет продолжает о себе напоминать. На днях Steam-версия была обновлена. Были добавлены ачивки, кое-какие фиксы, поддержка геймпада для многопользовательских режимов. И да, Макмиллан уже ко всему этому не имеет никакого отношения, насколько я понимаю. У него своих забот полон рот. Как у разработчиков рутин, вываливших недавно на всеобщее обозрение, пару новых скриншотов своего проекта. Кстати, переводиться игра на внезапно ставший бесплатным движок Unreal Engine 4 не будет. Останется на третьей версии. Слишком уж много всего пришлось бы переделывать. Да пускай. Третий, четвёртый – разве ж это главное? Мне, кстати, очень импонирует то, что разрабы в своё время отказались от раннего доступа, решив выпустить сразу готовый продукт. Похвально. Да, ещё бы знать, когда они его собираются выпустить. И трейлер бы новый посмотреть. Много ты хочешь. По природе своей мечтатель. Ага. Вот сотрудники Кротим тоже наверняка мечтали о том, чтобы завоевать какой-нибудь приз на Independent Games Festival 2015 со своей The Talos Principle. Но не сложилось, не срослось. На что разработчики нордически отреагировали, сказав, мол, ну, придётся сделать игру получше и попробовать ещё разок. Мы только за. Кстати, вот кому в этом году фортануло на церемонии награждения. Метаморфобет взял победу по части изобразительного искусства. В повествовании не было равных 80 days. Outer Wilds покорил жюри своим дизайном. Ephemerate a Musical Adventure – звуком. Премия Нува досталась тетрике Don't Games, ну а главный пресс имени Шеймуса Макнелли отправился в руки разработчиков, уже упомянутый выше, Outer Wilds. Надо бы поиграть в неё, что ли. Давай-давай, и мне потом расскажи. Может, и я присмотрюсь. Так, ну и у нас осталась подборка всевозможных новичков, объявившихся в нашем информационном пространстве. Dead Secret – ужастик, в котором мы традиционно шастаем по какому-то загадочному дому. Делаем мы это не сказать, что в шибко мрачной и пугающей обстановке, но это только на первый взгляд. А учитывая, что играть в Dead Secret можно будет в шлеме виртуальной реальности, лучше заранее надеть на себя побольше толстой и мягкой одежды, чтобы в приступах паники не пораниться об углы мебели. Студия Curve Digital анонсировала проект под названием Four-Sided Fantasy, в котором главной фишкой является сопряжённость противоположных краёв экрана. То есть, уйдя влево, вы выйдете справа, а падая вниз, окажетесь наверху. Надо заметить, не шибко это свежее и оригинальное решение. На одном из этапов www.vvv подобный трюк активно применялся. Я уж не говорю про классические 8-битные аркады, которые не могли себе позволить скроллинг, но всё же. А мне вот из подборки всяких разных свежих трейлеров приглянулся тот, что посвящён игре ProtoRider. Это такой незамысловатый платформер, выполненный в стиле ASCII, символьном, короче говоря. Можете при желании проголосовать за игру в Steam Greenlight, скачать демпу с официального сайта или же приобрести игру в App Store. И раз уж мы заговорили про Greenlight, сейчас там томится в ожидании вашей поддержки весьма забавный проект. Shower With Your Dead Simulator 2015 Do You Still Shower With Your Dead? В котором будут всякие аркадные развлекухи на тему принятия душа со своим отцом. И даже если вас подобное описание не особо вдохновляет, просто зайдите на страничку игры и посмотрите пародийный трейлер с перепевкой популярного хита Кейна Уэстер. Очень забавно. Меж тем, в начале месяца случился очередной джем. На этот раз на тему скейтбординга. За 48 часов появилось много разнообразных проектов. Среди которых можно выделить, к примеру, яркого и пиксельного мануэля. А можно и не выделять. В общем, если вы неравнодушны к теме, то гуглите Оли Оли Скейт Джем. А если вы неравнодушны к пазлам, то возможно имеет смысл приглядеться к Инкэннионс. Черно-белая череда задачек с передвижением плиток и сбором драгоценных камешков. Ну и напоследок привет из моей лички, куда набежал Антон с No Bite Games, представляя разработку Inside Me, с которой вы можете познакомиться поближе все в том же Greenlight. И пока мы готовили этот выпуск, игра уже заполучила вожделеный зеленый свет, с чем мы Антона и поздравляем. И в заключении быстроновости с Твиттера. Разработчик и создатель Environmental Station Alpha докладывает, что игра выйдет 22 апреля сего года. На этой радостной ноте закрываем новостной раздел и отправляемся препарировать свежачок. Так, ну и вначале разрешите мне исполнить все такую тематическую интродукцию. Тематическую в плане чего? В плане случившихся за прошедший месяц инди-релизов. Причем конкретно в Steam. Слушаем. Я основательно так покопался в списках, изучая претендентов на препарацию и просто-таки диву дался, насколько неумелые и несуразные проекты стали выходить на главной площадке цифровой дистрибуции. Ну то есть хорошего-то там тоже много, но в силу общего головокружительного количества новых игр, мусор встречается в огромных объемах. Так вроде подобная тенденция уже давненько наметилась. Собственно, во многом из-за этого главную страницу Steam в свое время и перекроили. Ну да, но в этот раз слишком уж часто попадалось всякое недоделанное, нелепое, безвкусное и халтурное. И это, честно говоря, настораживает. Но благо все же есть в этих кучах и те игры, на которые не жалко потратить свое личное время. Не правда ли? Конечно, о них сейчас и поговорим, отринув печальный настрой. Первый у нас на сцену вступает Эдруэс Дуэлл. И да, здесь у нас пошаговые бои, а как иначе? Глеб. Глеб никогда не меняется. И даже не знаю, хорошо это или плохо. В общем, я, конечно, извиняюсь за избитое сравнение, но оно прям напрашивается, Эдруэс Дуэл – это шахматы от мира компьютерных пошаговых тактических игр. Суть в чем? Есть небольшая местность, поделенная на квадраты. Есть наши друиды, есть вражеские друиды. Наступая на клетку поля, они приносят ее во владение своему игроку. Чем большим количеством клеток игрок владеет, тем больше маны ему поступят на следующий ход. Ман уже, в свою очередь, можно использовать для призыва новых друидов или колдовства. И все это дело продолжается до полного захвата территории одной из команд. Честно говоря, на шахматы не то чтобы сильно похожа. Не, но в плане глубины Эдруэс Дуэл далеко до этой великой спортивной дисциплины. Но на шахматы игра все же смахивает. За счет других особенностей. Во-первых, друиды тут разных типов, каждый из которых может оборачиваться определенным животным. Копейщики становятся волками, лучники – орлами, здоровые чуваки с молотами – медведями, а маги – черепахами. Каждый друид и каждое животное обладает своими уникальными свойствами и манерой. Выполняют определенный спектр действий, играют важные роли в ходе сражения, но при этом не являются незаменимыми. Все по аналогии с разными фигурами на шахматной доске. Во-вторых, тут нет никакого тумана войны или сюжетных перипетий. Вся игра представляет из себя череду партий с понятной и известной с самого начала диспозицией. Да, по ходу дела добавляются кое-какие новые элементы или, к примеру, разные типы земли, но это не так уж сильно сказывается на общей схеме действий. Ну и в-третьих, эта игра вполне реализуема в формате настольной, так что и впечатления от нее соответствующие. А каким же образом создатели собираются поддерживать интерес игрока, если не особых сюжетов тут нет, и каждая партия — это, по сути, измененная копия предыдущей? Ну, они стараются как-то вносить разнообразие, тасовать начальные составы, добавлять какие-то ключевые объекты, но в целом, да, это можно считать проблемой Дройс Дуэл. Развитие здесь минимальное. Надо просто должным образом игру воспринимать. Скинуться вечерком партейку-другую с компом или товарищем в онлайне и не ждать каких-то особых откровений. В общем, опять же, шахматы вспоминаются. А учитывая, что партии в Дройс Дуэл более скоротичные, ситуация становится еще радужнее. То бишь, советуешь? Прежде всего тем, кому понравилась описанная концепция. И, пожалуй, тем, у кого есть с кем сразиться в онлайне. Окей, вроде все понятно. Что там у тебя далее? В начале рассказа о Эдройс Дуэл у нас всплывал тезис, мол, речь в препарации пойдет о тех играх, на которые не жалко потратить свое личное время. Так вот, это не всегда так. И нечто под названием Plug and Play тому подтверждение. Сдается мне это опять какой-нибудь эксперимент, типа мелькавший как-то у нас тут P.O.P. Всякие экзистенциальные упоротые штучки? Да, типа того. Штепсели, розетки, люди с тем и другим вместо голов, недвусмысленные намеки на секс, причем зачастую весьма нестандартный, рваные диалоги, претендующие на глубину и величайший посыл, а также выкакивание монет. В общем, Plug and Play – это современное искусство в формате 15-минутного интерактивного мультфильма. И современное искусство, как вы понимаете, это вовсе не комплимент, а совсем даже наоборот. Я не ценитель. По мне, так идиотизм, видимый во всем этом подавляющим большинством наблюдателей, не оправдывается духовными озарениями снисходящими на кого-то, находящимся под чем-то. Ладно, ладно, не увлекайся, а то тебя что-то тоже начинает накрывать. В общем, лучше держаться подальше. Думаю, да. Но все, наверное, уже поняли, с какой точки зрения я взираю на подобный жанр. Так что делайте выводы, уже исходя из собственных соображений. Учли и переварили. Что-нибудь еще? О третьей игре тоже кратенько, но не из-за того, что она ни о чем, а из-за того, что по ней планируется отдельная видеорецензия. Выйдет совсем скоро, если еще не вышло. Речь пойдет об игре в Вульфе, The Red Hood Diaries, изготовленной студией Green. И Green не тот, что зеленый, а в смысле оскал или усмешка в переводе. Очень подходящее название, учитывая, что сотрудники этой конторы решили пойти по стопам Американа Магии с его творческой адаптацией кераловской Алисы. Только здесь мы имеем красную шапочку, противостоящую фабриканту по имени Волчек, наладившему производство пугающих механизмов на замену людской силы. А с людской силой тем временем происходят таинственные вещи, загадочные несчастные случаи, пропавшие дети и всякие другие темные делишки. Все это прямым образом затронуло семью юной девушки в красном, которая после месяцев траура берет в руки топор и вознамеривается отыскать виновных и разобраться с ними. То бишь это такой экшен-платформер с мрачными мотивами. Да, и с кое-какими логическими задачками тоже. В целом вроде ок, если не брать во внимание кривости и глюки. Но, как по мне, в плане стиля и безумия игра заметно проигрывает Алисе Америка на магии, что, конечно, накладывает отпечаток на восприятие. Но посмотрим, может во второй половине игры гуще будет. Хорошо будем смотреть в твоем обзоре окончательный вердикт. А пока посмотрим на то, что я заготовил сегодня для Блицов. Начну, правда, с небольших извинений. В комментариях к прошлому выпуску обещал, что пощупаю ушедшую в релизное плавание Санли Си. Но выполнить обещание не получилось. Тем не менее, проект остается у меня на прицеле и когда-нибудь я обязательно посмотрю, что там из него вышло. И традиционно поделишься с нами мыслями по этому поводу. Примерно тогда, когда все уже забудут про эту игру. В обязательном порядке. Ну а сегодня начну делиться своими мыслями с, пожалуй, самого громкого инди-релиза прошедшего месяца. Hotline Miami 2. Но так как уже и обзор на сайте и записи эфира там же, то буду предельно лаконичен. Если брать в целом, то новый Hotline удался. Подры, музон, неоновая гамма, кровища и хардкор во все поля. Проблемы начинаются при более внимательном рассмотрении. Например, несмотря на то, что теперь маскам выдали по-настоящему разный стиль прохождения и возможности, их стало меньше. Но проблема не в этом, а в том, что теперь удельный вес врагов с огнестрельным оружием увеличился вместе с просторностью локации. И в результате геймплей стал намного медленнее и тактичнее, что ли. Если раньше ты просто врывался на локацию и устраивал импровизированный танец смерти, то теперь часто приходится обдумывать и просчитывать, что и как делать. Звучит, кстати, не так, чтобы уж совсем как мелкая деталь. Ну, может быть, я чутка гиперболизирую. Здесь скорее суть в том, что темп у игры изменился и меня это печалит. Хотя еще сильнее меня печалит тот факт, что сюжет, которого в этот раз заметно больше, стал еще и сумбурнее, скомбканнее и заканчивается вообще полным выносом мозга. И последняя моя печаль, это что нас, судя по всему, все-таки ждет третья часть. Несмотря на то, что авторы обещали во второй все завершить. Кактусу тоже денег захотелось. Преждевременно, конечно, не хочу делать выводы, но как-то это грустно. Хотя стоит заметить, что авторы во второй части на уступки не пошли. И сказать, что сиквел Hotline Miami по псове первой части лично я не могу. Да и в целом игра годная и ценителям первой части к приобретению обязательная, конечно. Минорное настроение это скорее так, невысказанное в обзоре и некая общая грусть по нынешним релизам. Тебя еще что-то опечалило? Shelter 2 вышел какой-то совсем странный. Ну давай о нем поговорим. Да там и говорить на самом деле не о чем особо. На смену барсукам во второй части природного выживастика пришли рыси. На смену коридорной механики пришел открытый мир. И в результате получается так, что игра все еще выглядит стильно, мило, особенно учитывая тот факт, что рыси, они вообще-то из семейства кошачьих и рыся-то очень мило мяукают и выглядят. Но игра стала какой-то однообразной что ли. То есть мы просто ходим из стороны в сторону, ловим кроликов, мышей, лягушек и даже оленей порой, наблюдаем за очень стильной сменой времен года и все. Даже бороться ни с кем не надо по сути. Волки набегают очень редко и от них довольно легко убежать. В общем, мило, стильно, как я уже 15 раз по-моему сказал, но как-то неинтересно в итоге получилось. Ни драматизма, ни динамики в декорациях, ничего такого нету. Зато сколько раз откладывался релиз. Ну да, ладно, парад настроений минорных переключаться на мажорные. В смысле позитивные, а не по-серски. Как-то выпуска два назад мы показывали вам трейлер игры The Game and Echo, где типа голосом можно управлять тактическим отрядом. И это где еще всякие знаменитости очень искусственно радовались, что виртуальные солдатики слушаются их команды. Да, да, она самая. В итоге знаешь, что самое интересное? Что? Они действительно слушаются. То есть, я не знаю, как там было на старте игры, ибо она с тех пор чуть ли не каждый день получает по 300 мегабайтному патчу, но вот я играл не так давно и меня чаще понимали, чем нет. Вообще, голосовое управление реально очень удобно организовано и набор команд там очень грамотный. Расстановка точек и разнообразие вооружения не дают ощутить себя загнанным в коридор с единственно верной тактикой прохождения. Но в результате после этого самого прохождения остается впечатление, что все это этакая технодемка голосового движка. Но я ведь правильно понимаю, что особой тактической глубиной и сложностью игра не отличается? Не, ни в коем случае. Сложность тут только в том, что надо правильно произносить и формулировать английские слова. Остальное довольно тривиально. Отличный, кстати, тренинг для оттачивания произношения. Ясно, понятно. Тактическая игра про английский язык на манер забавных режимов в старых играх, когда для того, чтобы попасть в монстра надо было набрать его имя. Вроде того. Ну и на этом покончим с эхо и перейдем к главной, по моему мнению, изюминке моей части блицов. Hand of Fate. Кубил я ее и пожалел, что сделал это так поздно. В общем, Hand of Fate это редкий представитель настольной игры, перетекшая в состояние компьютерной. Я, честно, не знаю, оригинальная это игра или есть что-то вроде прототипа, однако подозреваю первое. И изюминка здесь состоит в том, что как раз по сути перед нами настольный данжен-кроулер с элементами текстового квеста и битэмапа в стиле последних крутых игр про Бэтмена. О как! И как это все уживается в рамках одной механики-то? Довольно просто. В первую очередь надо понимать, что игра карточная. У игрока есть колода полезных предметов, есть колода врагов и есть колода наград, а есть карты, выложенные на стол, по которым нам и предстоит путешествовать. Каждая игра это некое событие. Попадание в западню, встреча со странным гоблином в трактире, пещера, в которую можно залезть и прочее. Каждый ход это открытие одной такой карты и отыгрывание происходящего на ней события. А, и вот тут-то и вступают в дело дополнительные механики, да? Совершенно верно. Небоевые карты чаще всего разрешаются как маленькие текстовые квесты, в которых можно разжиться чем-нибудь полезным или хотя бы не агрести на свою голову проблем. А стычки с противником это как раз-таки эпизоды с битым апом от третьего лица на закрытые локации. Звучит достаточно необычно и интересно. Полностью согласен. Ощущается и играется Hand of Fate очень правильно, настольно и приятно. Главное только понимать, что у создателей не было миллионов долларов на проработку анимации и прочего, отчего боевые этапы порой выглядят очень странно и сумбурно. Чего не хватает лично мне, например, так это разнообразие действующих героев. А то на все случаи жизни есть только дядька с бородой, а хотелось бы какой-нибудь вариативности. Не знаю. Ну, может введут еще? Может быть. В общем, всем любителям настольных забав еще не зависающих в тейблтоп-симулятор рекомендую. А незнакомым с особенностями настолок рекомендую вдвойне. Фух. Вот теперь можно завершаться. Да будет модник. Да будет арма-три в моднике. Спасибо, что не сурс, как говорится. Что ты там такое интересное приготовил-то? Ну, был вариант приготовить вторую часть отечественной модификации паранойи, но как-то, если честно, не заслуживает она даже пара минут разговоров о себе. А вот про Королевскую битву для третьей армы я слышал уже давно, но как-то все руки не доходили, а тут недавно заприметил ее в недавнем топе лучшего за 2014 год по мнению редакторов моды Ди Би и пощупал. Постой-ка, а Королевская битва это не тот ли японский фильм, где школьников выкинули на необитаемый остров и заставили убивать друг друга? Тот самый, да, и с которым потом еще все сравнивали голодные игры первую часть. Интересно, и как это реализуется в армии? Ну, там есть остров, есть пачка из игроков, которых на этот остров сбрасывают и заставляют убивать друг друга тем, что под руку попадется, а попасться может что угодно, собственно, преимущественно из внутриигрового арсенала. И сколько длится такой матч? Скажем так, на фоне других мультиплеерных режимов, где одна игра может длиться на протяжении нескольких часов, а то и вообще дней, Королевская битва очень безобидна, но затянуть способна ни разу не слабее. В общем, где качать модификацию вы знаете, а если не знаете, то напоминаем, что у нас на сайте есть специальный раздел для этих дел. А на этом пора прощаться. Вот и закончился очередной выпуск индикатора. И был он насыщен, что я считаю хорошим признаком. Разделяю твой оптимистичный настрой и предлагаю напомнить, что после того, как мы закончим говорить, на экране появится загадка. Ответом на которую будет тема рубрики «Долгий ящик» в следующем индикаторе. Ваши варианты правильных ответов стоит слать ко мне на почту. А потом изо всех правильно ответивших великий рандом со мной на пару выберет победителя и вручит ему приз. Просьба помнить, что дайджест наш называется индикатор, а рубрика «Долгий ящик» не случайна. Тонкий намек, что про GTA 5 или Half-Life мы вряд ли станем рассказывать. А на этом с прощаниями покончим. Всем удачи, отличных Индии не только игр и весеннего настроения. До встречи на стопгейм.ру разработчик и создатель инва... разработчик разработчик и создатель инва... разработчик инва... что ж мне сегодня столько английского-то, господи. Это такой незамысловатый платформер, выполненный в стиле ASCII. То бишь, это такой экшн-платформер с прачными... с прачными мочевами. Отлично.